СОВЕТСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ Многие думают, что телевидение – это и есть башня, но Николаевна, как ее ласково прозвали по имени конструктора, это лишь конечное звено. Она усиливает и передает сигнал на многие километры вперед, а создает передачи через дорогу в телецентре. Здание телецентра по адресу улицы Академик Королевой, дом 12, оно строилось параллельно с башней. По одному постановлению правительства. Гришин Виктор Дмитриевич, главный технолог Останкинской телебашни. Вот это вот здание, оно рассматривалось как фабрика телевизионных программ, производство телевизионных программ. И оно было предназначено, собственно говоря, и сейчас для этого предназначено, для формирования большого количества общесоюзных программ. Телецентр сразу закладывался изначально вместе с телебашней. Шухов Владимир Федорович, директор фонда «Шуховская башня», правнук создателя телебашни на шаболовке архитектора Шухова. Там совершенно уникальные съемочные павильоны, потому что есть съемочные павильоны там с высотой до 10 метров. Огромные совершенно, постановочные и любые, потому что задачи тоже стояли совершенно разные. Это, в общем-то, основная задача была пропаганда, по-любому, в то время. Поэтому надо было делать какие-то, ну, скажем, такие монументальные передачи вести, практически, ну, подчас постановочные, что это вроде как все происходит на улице. Не должно было быть никакой вибрации все равно, по-любому, в этих вот студийных помещениях. Поэтому там использовались специальные даже амортизаторы межэтажные, то есть, которые вот перекрытия межэтажные держали, были специальные амортизаторы и плавающие этажи. Протяженность здания телецентра – 420 метров. Говорят, что это самое длинное здание в Европе. Но начиналось телевидение совсем не здесь, а вот в этом маленьком двухэтажном особнячке на Шаболовке. Отсюда Советский Союз торжественно объявил миру о первом полете человека в космос. Отсюда показали первую трансляцию футбольного матча. Отсюда же во все дома пришел так полюбившийся голубой огонек. Передавала сигнал ажурная воздушная Шуховская телебашня. Телебашней она стала потом, а изначально, в далеком 1918 году, строилась как родийная вышка. Только что прошла революция, еще везде была разруха, все было очень тяжело. Антанта, соответственно, то есть враги со всех сторон. Но Ленин, он был довольно-таки, Владимир Владимирович, при всех его недостатках, о которых сейчас говорят, он был вообще большим фантазером. Иначе бы он и революцию, собственно говоря, не сделал. Поэтому он считал, что самое главное, это донести до окружающего мира, как до жителей России самой как таковой, так и до, соответственно, тех стран, которые нас окружали, те же самые страны Антанты, донести вообще то, что происходит в Советской России. Достаточно мощных передатчиков, чтобы передавать радиосигналы на такое расстояние, главное, мачт для того, чтобы разместить эти передатчики, в России в то время не было. И, соответственно, несмотря вот на этот голод, разруха и все остальное, значит, Ленин подписал указ о срочной необходимости создания вот такой вот новой радиовышки, которая могла бы транслировать все события, которые происходят в России, по всему миру желательно, но и в России самое главное. Создание башни было порочено знаменитому инженеру-механику Владимиру Шухову. Он первым в мире использовал для строительства стальные сетчатые оболочки. Дебаркадр Киевского вокзала из металла и стекла, а также необычные потолки гума – творение великого Шухова. Без него при постройке такой значительной металлической конструкции, как башня, обойтись не могли. Удивительно, но строил Шухов, как говорится, не на страх, а на совесть, порой вкладывая свои собственные средства. В каких-то сложных случаях ему приходилось, в общем-то, ну, то, что у него было, потому что уже тоже время было непростое, даже какие-то, так сказать, предметы и вещи семейные продавать, но для того, чтобы стройка это шла. Шуховская телебашня могла бы быть гораздо выше, но жуткий послевоенный дефицит в стране оказал свое влияние. Построили минимально возможный вариант. Если взять, к примеру, Эйфелеву башню, то она при своей высоте 300 метров, она весила порядка 7 тысяч тонн. Значит, соответственно, Шухов предложил первый вариант такой радиобашни, она была выше, первоначальный вариант, она была 350 метров, и весила она всего 2 тысячи тонн, то есть фактически в три раза меньше. Но металла все равно не хватало. Шухову пришлось сделать очень быстро, в течение двух месяцев все пересчитать, и он представил, соответственно, пять проектов, то есть с уменьшением высоты. Самая маленькая башня получалась 150 метров. Ну и, соответственно, вот с трудом было принято решение, что все-таки строить 150-метровую башню. Правда, за труды свои архитектор Шухов не только не получил никакого вознаграждения, но и чуть не поплатился жизнью. Произошел очень неприятный случай. Одна веревка оборвалась, когда поднимали уже четвертую секцию башни. Она, соответственно, полетела вниз, сама была искорежена и повредила еще вторую и первые секции башни. Была создана очередная чрезвычайная комиссия. Шухов был приглашен. Все сказали, что вроде бы все нормально, но, значит, был подписан, это тогда была УГПУ такая организация замечательная, да, вот, и был подписан ему условный расстрел. То есть с ним сделать ничего не могли, потому что он был специалист, он знал, как это делать, он был мастер своего дела. Но было поставлено условие, что если он в срок, который был изначально оговорен, и без использования каких-либо дополнительных материалов эту башню и затрат, самое главное, не построит, то он, соответственно, будет расстрелян. Башня была построена в срок уже в 22-м году, вышли в эфир первые радиопередачи. А в 30-е годы Шуховская радиная башня была переоборудована еще и в телевизионную. Там недалеко был дом такой передающих станций. Миндлин Илья Григорьевич, начальник службы телевизионных передающих станций с 1963 по 90-е годы. Передачи в то время были только черно-белые. Трудно поверить, но цветные передачи начались значительно позже. Это было в 67-м году, 1 октября. Шуховская башня служила верой и правдой более 30 лет. Но время шло. Советская империя требовала нового, мощного телевидения, которое уже не помещалось в стенах Мещанского особняка ушедшей эпохи. Дальше развиваться вот в том месте, где размещалось, там было трудно. И места было мало, и возможностей было мало. Поэтому в 55-м году уже вышло постановление правительства, которое говорило о реконструкции и телевизионного центра, и передающих станций. Уже были примерные наметки о том, что необходимо иметь 11 студий и передающих станций не менее 4 мощных по мощности. Самые современные должны быть станции телевизионные и радиощательные также станции в количестве 6 штук. Вот с этого постановления началось вот эти все мысли вокруг создания нового комплекса, что ли. Поскольку высота Шуховской башни была всего 150 метров, зона покрытия телевизионным вещанием составляла около 60 километров. И это было очень мало для такого большого мегаполиса, как Москва и Московская область. Для этого мегаполиса зона покрытия должна составлять примерно 100-120 километров. Кроме того, Шуховской башне можно было транслировать только одну телевизионную программу, первую. Для трансляции второй программы там была построена рядом вторая башня, с которой производилась трансляция второй телевизионной программы. И дальнейшее наращивание количества телевизионных программ было невозможно. Поэтому в 1955 году было принято решение о строительстве и о разработке проекта нового телевизионного центра и мощной высокой антенной опоры, высота которой должна была составлять более 500 метров. Было бы удивительно, если бы в Советском Союзе построили не самую высокую в мире телебашню. Останкинская красавица 540 метров хранила первенство высочайшей, правда, недолгие 8 лет. Пока в Торонто в 1975 году не построили телебашню на 13 метров выше. Но это потом, а в 1955 мы проектировали несомненного лидера. Значение телебашни понимали все – и сами телевизионщики, и высшие чины политбюро. Поэтому споры вокруг проекта разгорались нешуточные. Было множество вариантов построения вот этой вот новой телевизионной башни. Первые предлагались, ну, традиционные варианты, мачтовые конструкции с растяжками многоярусными. Однако эти конструкции, они требовали больших площадей. А в Москве найти площадь под соответствующие сооружения очень сложно. Кроме того, предлагались различные металлические конструкции. Но для конструкции такой высоты они получались очень громоздкие. В итоге в Москве могла появиться вот такая вот 500-метровая башня, предложенная группой киевских архитекторов. Кстати, в Киеве она потом и была построена. Но в последний момент утверждение проекта произошла случайность, в корне изменившая судьбу телебашни. На одно из заседаний в госстрой пригласили конструктора Николая Никитина. Там обсуждался вопрос металлической башни, то есть из металла полностью. А Никитин сказал, хорошо бы построить башню из бетона. Ну и председательствующий ему сказал, а вы можете проект этой башни представить в недельный срок? Он сказал, что через неделю я буду занят, но в три дня я постараюсь это сделать. И в течение трех дней он представил проект будущей Останкинской телевизионной башни. К тому моменту инженер-конструктор Николай Никитин уже был непревзойденным мастером высотного строительства. На его счету значились инженерные обоснования фундаментов МГУ и непостроенного дворца советов, а также высотного дворца культуры и науки в Варшаве. Проект Никитинской башни приняли на самом верху. Оставалось найти место. Было несколько вариантов расположения башни. Ее хотели построить и в Черемушках, и в самом центре Москвы, на месте, где стоит сейчас Храм Христа Спасителя. И было ряд других предложений по строительству башни. Но все-таки остановились на варианте Останкина, поскольку здесь почва и природные слои грунта, они обеспечивали, по мнению проектировщиков и ученых, безопасное возведение столь высокой конструкции. И началось строительство фундамента. Началось в 60-м году. К весне 61-го года уже фундамент был готов. Но когда посмотрели на этот фундамент, некоторые выдающиеся, как говорится, люди, то фундамент был, значит, кольцевой. То есть не сплошного залегания, а такое кольцо шириной около 9,5 метров. Вот. И когда посмотрели и представили себе, что такая, в общем-то, громада весом десятки тысяч тонн будет на таком, в общем-то, неглубоком и небольшом фундаменте, то у многих зародилось сомнение правильности принятых решений. И дебаты длились очень приличное время, порядка двух лет. В результате многочисленных согласований и испытаний было принято решение не ломать построенный фундамент, а лишь всего его несколько усилить. В результате вот это вот кольцо было расширено на полтора метра, и сейчас оно составляет не 8 метров, а 9,5 метров. И толщина фундамента, соответственно, не 2 метра составляет, а примерно 3-4 метра. И строительство башни уже возобновилось в 1964 году. И продолжалось 4 года. Целых 55 тысяч тонн. Именно столько весит башня. Стоят и прочно стоят на фундаменте всего лишь в 3,5 метра. Удивительно. Изюминка этой конструкции заключается в том, что центр тяжести ее расположен очень низко, практически у самого основания башни. И поэтому башня, она стоит, ну, по принципу, неваляшки. У нее центр тяжести расположен весь под землей фактически. И если даже будут какие-то колебания, землетрясение небольшое, еще что-то, то она как матрешка немножко подвинется туда-сюда и опять встанет ровно в свое вертикальное положение. Кроме того, весь железобетонный ствол, он находится в напряженном состоянии и стягивается 149-ю стальными канатами, что также придает как бы устойчивость и прочность всей конструкции башни. Вот они, эти тросы. Они идут по всему телу башни. Каждый из них натянут с усилием. Если посчитать, то общее усилие всех тросов – 10 тысяч тонн. Громадная цифра. Получается, что, во-первых, башня притягивает к земле сама себя. Во-вторых, под воздействием тросов ее бетонная конструкция сжимается, и она меньше подвержена разрушению. Она имеет внутреннее напряжение. За счет этого она выдерживает все нагрузки и так далее. То есть вот этот бетон, вот это все, так сказать, цилиндр весь гигантский, там, 500 метров высотой, он, в принципе, никогда не даст трещин, потому что он настолько сильно сжат вот этими тросами внутренними. Уникальный объект и строили уникальным образом. Для возведения башни были использованы доселе неизвестные и необычные средства. Например, вертикальность сооружения проверяли специально сконструированным для этой цели прибором – лазерным визиром. Тогда лазер был новшеством не только у нас, но и во всем мире. При строительстве, на мой взгляд, очень оригинально применялся самоподъемный механизм. Не знаю, слышали вы об этом или нет, который вот уже начиная, когда конусная часть была построена, и все, вот он туда был установлен и, как говорят, сам себя поднимал, опираясь своими такими, ну что ли, лапами на созданные сооружения. То есть бетон уже какой-то стоял на этих лапах, и там винт в середине, который всю конструкцию как бы выдавливал и поднимал постепенно шажками вверх шажки порядка 4,5 метров. И вот на башне, если вы выйдете, посмотрите, то вот такие следы от вот этих подъемов, что ли, такие кольцевые, они наблюдаются. И вот этот самоподъемный до самого верха, начиная вот с 63-й и до 385-й, постепенно поднимался, и каждый кусочек там, значит, заливался бетоном. После этого снова делал шаг вверх и снова бетонировался, армировался сначала, а потом бетонировался. И так вот эти шажки шли до самой верхней отметки 385 метров, где заканчивалась бетонная часть башни. Рядом здесь у нас был маленький бетонный, скажем так, заводик. Бетон использовался марки М-400, но в то время это, значит, это качество бетона очень жестко контролировалось, и бетон был очень-очень хороший. Качество бетона контролировалось постоянно. Бетон марки М-400 и кусочки бетона с каждой разных отметок и сейчас до сих пор лежат, и их периодически испытывают, и прочность бетона нарастает. С виду башня стоит неподвижно, но на самом деле она как бы переминается на своих десяти ногах. Конструкция сооружения такова, что башня под воздействием ветра может отклоняться от своей оси. Удивительно, но без такой особенности она бы просто сломалась пополам. На башню действует очень много различных нагрузок. Во-первых, первое – это ветровые нагрузки. При проектировании башня была рассчитана на нагрузку на силу ветра 25 метров в секунду. На уровне флюгера – это на уровне 10 метров. Это соответствует примерно скорости 50 метров в секунду на верхней части башни. При такой скорости ветра теоретическое отклонение, которое заложено было в проекте, составляло 12 метров. Но на такую величину башня никогда не отклонялась, потому что таких сил ветра никогда за время эксплуатации башни не было. Кроме того, башня изгибается постоянно за счет действия солнечного нагрева, неравномерного солнечного нагрева. Солнце идет по своей траектории с востока на запад через юг, и, соответственно, башня, вот эти вот места, башня нагревается, а, соответственно, противоположные места остаются ненагретыми. За счет этого башня изгибается, и верхний шпиль, как бы башня, описывает траекторию радиусом до 2,5 метров ежедневно. Как и все грандиозные сооружения в Советском Союзе, башню строили к определенной дате. Сдали ее точно в срок, в день 50-летия победы Великой Октябрьской революции, 7 ноября 1967 года. Тогда башня выполняла только свою основную функцию, передавала сигнал. Особенность конструкции такова, что все технические помещения находятся внутри башни. Вот здесь, за круглыми, как иллюминаторы, окнами располагается зал передатчиков. В этих блоках формируется телевизионный сигнал. Затем он по фидерам, это такие толстые кабели, добирается до антенны. Оттуда уже сигнал передается на многие километры вперед. Год спустя технический объект превратился в заветную мечту всех москвичей и гостей столицы. Для посещения открылись смотровая площадка и ресторан. В начале прием посетителей был только по заявкам, потому что желания, желающих было очень много, а цены были очень невысокие. Вот, ресторан, по-моему, около 10 рублей со всем питанием, со всем. Вот, смотровая площадка стоила 2 рубля. Попасть на отметку в 337 метров, именно там находится смотровая площадка, можно с помощью лифтов. Всего их в башне 7 штук. И они тоже, как и многое другое, конструировались специально для этого сооружения. Лифты движутся в условиях, на большую высоту поднимаются, да, и в условиях постоянного, как бы, колебания и изгиба башни. Управление кабинами лифтов осуществляется по радиоканалу, без применения специальных кабелей. Вот, поскольку длина этих кабелей очень большая, и в условиях колебания они могут, как бы, повредить движению кабин. Электропитание кабин лифтов также осуществляется без применения специальных кабелей, с использованием индуктивной передачи электроэнергии. В лифте сразу закладывают уши, и все потому, что он развивает немалую скорость, 7 метров в секунду. В итоге на смотровую площадку можно попасть меньше, чем за минуту. Если бы мы ехали на обычном пассажирском лифте, то пришлось бы потратить минут 5, а то и больше. Со смотровой площадки можно увидеть практически всю Москву. Говорят, что максимальный обзор достигает 80 километров. Правда, лучшие виды открываются взору в апреле и октябре. В остальное время года мешают погодные условия. Страх и гордость смотровой площадки – стеклянный пол. Встать на прозрачную поверхность, под которой более 300 метров открытого пространства, не то что страшно, жутко. Правда, бояться нечего, ведь это стекло выдерживает нагрузку более тысячи килограммов на квадратный метр. То есть по нему могут спокойно ездить любые легковые автомобили, даже джипы. Кстати, отсюда можно разглядеть ресторан, который находится непосредственно под смотровой площадкой. Столики в ресторане, они были расположены на вращающейся части пола. И пол обеспечивал вращение со скоростью примерно один оборот за 40 минут. Устители могли осматривать панораму, принимая пищу, не вставая со своих столиков. Абсолютно любой человек мог прийти и попасть на телебашню, но были очень огромные очереди. И по билету были выкуплены на три месяца вперед, обычно выкупались. Башня служила 30 лет и три года, когда в один не совсем прекрасный день на отметке более 400 метров вспыхнул пожар. Вопреки всем правилам, пламя устремилось не вверх, а вниз, сметая на своем пути все внутренности башни. Это было нелогично. Тем не менее, это так. Пожар возник на отметке примерно 420 метров. Дальше началась плавиться вот эта вот горючая оболочка фидеров, истекать, и поджигать все новое, новое, новое. И таким вот образом пожар спускался вниз. Фидеры, кабели, передающие телевизионный сигнал, оказались очень горючими. Именно их оболочка стала плавиться моментально. Когда только это случается, то он горит, как, как говорится, бенгальский огонь. Капли этого полиэтилена начинают разлетаться в разные, как говорится, стороны, падают на соседние. Вот эти фидеры и все кабели. И пожар шел вот так вот сверху, вот так вот вниз, вопреки законам. Он распространялся, и почти все внутренности башни. Погорели все троса практически башни, которые придают ей особо большую прочность, подарили лифты. Горели смотровая площадка и ресторан, горели высотные аппаратные. 26 часов пожарные боролись с огнем. Безрезультатно. Возгорание находилось слишком высоко, и как к нему подобраться, не знал никто. В итоге пришлось надпилить водонапорные трубы самой башни. Вода хлынула с огромной силой. Поток достигал отметки в 340 метров. Огонь смогли остановить в 63 метрах от земли. Удалось спасти самое ценное – зал передающих устройств. Из-за пожара в башне полопались все тросы, и некоторые специалисты говорили о ее возможном падении. Но башня выстояла. Выстояли и работники режимного объекта. Лифты в башне не работали долгие пять лет. И все это время сотрудники поднимались на высоту более 300 метров пешком. Вот по этой вот крутой, слабо освещенной лестнице полтора часа в одну сторону. Именно столько занимала их дорога на рабочее место. После восстановительных работ башня преобразилась. Теперь почти все ее внутренности не подвержены горению. Все конструкции, все фидерные шахты, все коммуникационные кабели, линии связи и так далее были обмазаны специальным противопожарным составом. Были сделаны горизонтальные рассечки, которые препятствуют распространению огня по телу башни. Смотровая площадка сейчас превратилась в так называемую противопожарную зону, на которой посетители могут находиться в течение четырех часов. Пожар повлиял и на модернизацию технического оснащения башни. Телевизионные передатчики, фидеры, аппаратные – все было заменено на новое. Инженер Никитин прочил своему творению целых 300 лет службы. 300 не 300, но пока башня прочно стоит на своих ногах, и за будущее теперь уже российского телевидения можно не беспокоиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok